пьем кофеек девочки всем привет вы на канале макбанк я пожалуйста подпишись ты поможешь развитию моего канала правда это очень важно девочки короче короче сегодня мы с вами едим необычную еду это дело не я сама и это я не покупала мне прислали это в подарок мы готовы девочки короче my food прислали мне в еду в подарок блин ну давайте пробовать и короче какой сегодня план я хочу попробовать рацион на день до попробуем тут много разной еды я думаю знаете как мы сейчас все разложим я взяла тарелочки но я думаю будет красиво мы прям вот сюда все выложим да да и будем пробовать вместе с вами давайте открывать слушай мне честно интересно я думала да нет нет да и решил все-таки ночью нет правильно девочки но вкусненько смотрите кросс анчик давайте сегодня с вами мукбанк поесть откуда да а что девочки кстати кто не смотрите тут что-то такое но это мы не будем есть окей а девочки это наверно суп ну суп поняли да оставим суп кому-нибудь другому ой тут тоже я уже открыла так девочки салатик короче подождите сейчас я сама посмотрю я честно говоря вообще не это еще не смотрела еще не смотрела черт есть короче сейчас я все выложу вот так вот все приходит таких контейнерах все упаковано вообще красиво вообще красиво я подумаю что мы сможем с вами есть но он салат с морепродуктами блин девочки как будто сейчас на корпоратив упал знаете о девочки картофельная запеканка сейчас делаем ну короче учтите учтите что я сейчас все тут выложу и ну реально посмотрим с вами попробуем рыбный киш божий короче девочки сейчас раз два три у девочки девочки еще такая котлетка еще котлетка девчонки давайте выложим да вот сюда котлетку котлетку смотрите какая котлетка то вон котлеточку что положим аккуратненько девчонки на что я все расставила сегодня с вами едим все портина два дня давайте пробовать потому что я не знаю ни разу там не заказывала и как-то по вкусу не знаю это киш все сочи слушайте нормально но я сегодня с вами такая домашняя еда там такого не ели никогда правильно-правильно попробуем смогу ли все съесть девочки о чем с ним хотела поговорить на самом деле хотела рассказать вам про вашу работу это типа яйцо ну неплохо так вот девочки хотела рассказать вам про свою работу вообще в целом зачем поговорить с вами о работе потому что наверняка вы работаете либо учитесь чтобы потом пойти на работу вот и такая насущная тема короче по поводу работы девочки я реально работаю наверное лет 16 но я пошла на работу в таком возрасте все потому что я хотела иметь свои карманные деньги всегда пробуем запеканку слушайте я от картофель запеканку обожаю но короче все хотел иметь свои деньги и первая моя работа была знаете где я работала в киевси да я жарила знаете картошку делала бургера запеканку топ жарю картошку делала бургером заказа не стояла потому что мне больше на цвет на сам прикол в том что я это пришла устраиваться то ли мне знаете мне было на 15 а там берут 16 но каким-то образом меня взяли но я знаете я не ходил там не через хэдхантер не через что я просто пришла к ним и сказал можно у вас работать я не кинул да ну типа что там что мам нет ну что там была такая тема с возрастом типа я еще маленькая короче взяли меня и там проработала где-то ну наверно месяца два может полтора это был летний период у меня были летние каникулы у корочки за деньги я заработала но прикол в том что я проработав там все это время девочки я там ни разу не поела потому что он пахло фритюром и вот а после целого дня работы я даже не хотела знаете есть ту еду и короче понял вот это очень вкусно это киш лосось короче после целого дня не хотелось бы ничего поэтому я там не ела приносила из дома это была моя первая работа потом пыталась работать промоутером вот этим вот всем ну короче когда вот я еще не поступила даже в универ после когда поступил в универ я уже начала работать официанткой даже работал ночным официантом недолго не было очень сложно потому что когда вы знаете работаешь ночью там чуть спишь идешь на учебу тяжело я проработала там буквально это было летом наверное месяцок я просто не смогла вот но это также было я короче пришла в ресторан и говорю возьмете меня на работу а я была без опыта они говорят ну вот у нас есть ночную смену типа я говорю ну давайте ладно вот поработав вот во всей этой фигне я еще открою кошки я стала искать знаете что то есть ну не то что серьезно что-то нормальное вот не просто какие-то как подработки а именно какую-то ну такую более-менее нормальную работу и по итогу я пошла работать детьми в детский центр ну просто знаете быть как аниматор нашла нормальную работу ну как бы это лучше чем быть работать в ресторане допустим у меня казалось потому что так как я училась уже на психолог к тому моменту и мне казалось что я немножко иду уже по профессии и детьми я поработал девочки где-то около года в таком режиме как аниматор после точнее все после я уже пошла работать с детьми как педагог вот девочки я честно я не знаю откуда у меня был столько уверенность что я могу быть педагогом там в 19 лет ну я прям говорил да я могу так это интересное австрийский штрудель запеченным картофелем девочки посмотрите реально штрудель это типа найти набор называется кухни мира это вкусно короче даже смахом я очень люблю маг очень пошла работать как педагог проработал два года девочки была на самом деле нормальная работа мне нравилось салат девчонки не было у нас такого знаете здорового питания где мы с вами всякий мусор постоянно да там пиццы суши сегодня вот такой поедем короче отработала это два года на самом деле прикольно у нас был очень хороший коллектив но я поднималась на самом деле за все время работа там на два года прикиньте с детьми не сам я ушла и вот тут вот перелом девочки момент я думаю ну куда куда меня возьмут я придумываю что ага я уже как психолог типа пойду-ка я на менеджера по работе персонала это же вот мое похоже круассан вкусно с вечной по моему знаете любит сочетанием там будьте круассаном а соленая со сладким допустим менять вы тебя там с икрой и сладкий чай тут сладко сверху очень вкусно интересная короче пошла на менеджер по работе персонала ну девочки и я пошла в сеть быстрого питания быть менеджером по работе пришла это тоже самое дно потому что постоянно звонишь и просто как бы целый день как труда тут 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 одно и то же как кукла говорящая робот колл-центр вот короче поработала я там девочки там вытерпела прикиньте полтора года будь открой вытерпела полтора года избежала девочки вы думаете куда избежала в банк быть менеджером в банке это примерно то же самое все съехала дичь когда-нибудь если куплю нормальный стол но просто я я сама тут все придумываю ладно поймите мне правильно я знаю вы мне поймете короче пошла я на менеджера по персоналу в банк девочки это тоже я там еще полтора года ну даже я наверное в быстром питании проработала год а вот в банке уже полтора года и это жесть если честно то же самое только там еще больше каких-то задач дополнительных и то же ты так тут 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 целыми днями сидишь работаешь работаешь звонишь 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 и еще плюс там разгребаешь за всеми поработав там я подумал ну все это называется массовой подборкой вот это много подбираешь людей пойду в точечный подбор где уже опыта набралась там два с половиной года у меня уже стаж короче девочки пошла нереально взяли котлетка на точный подбор и и поработала я по временем где-то около двух лет в одноточной позиции и вообще ушла из-за чара потому что ну блин это жесть везде вот в офисе ну особенно в такой сфере как и чар там одни женщины работать реально сложно знаете это как армия есть два дедовщина даже я бы сказала тебя все пытаются как-то ты виноваты ты плохая работа в офисе на стиху крысятничество девочки если вы сейчас с этим вот столкнулись и вот на данный момент переживаете так у всех реально мой совет вам крепитесь во первых да держитесь потому что ну по итогу да там я пришла в эту на последнем месте работы у меня была нормальная команда прямо такой жести как был на прошлых местах не было эти типа ты приходишь и начнут и там есть команда девчонок но это как в школе и вот они там работают уже 10 лет и они вот собираются в кабинете и всех костерят так было и так у многих поэтому девчонки главное я вам честно скажу не вестись на конфликт с этими людьми я вообще никогда не конфликтовал на работе никогда потому что знаете я знаю что я их не переспорю вообще видел прикольную картинку типа как вам сложно изменить себя так подумайте насколько ваши шансы велики изменить кого-то еще понида поэтому девчонки просто на игноре на позитиве себя и скажу вообще заговорить да 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 и все мне как бы мне вот это помогло ну знаете не скатываться в какие-то истерии на работе потому что это ощущение к чему не приводит к хорошему вот и знаете что еще очень важно налаживать контакт с людьми то есть ты приходишь и на тебя все-таки новенькая да там вонючка а потом ну там недели проходит две-три и вы уже начинаете общаться и ты уже как-то себя зарекомендовываешь и как-то уже по-другому начинает тебе относиться то есть вот личные отношения очень важны это прям мне кажется первое то есть ты можешь быть нормальным работником но если у тебя плохо с коммуникацией и ни с кем не дружишь сидишь букой не получится потому что очень важно не быть в коллективе потому что все таки есть рабочие задачи а есть знаете что такого человеческое и повышают тех кто-то во-первых ну проф профессиональный нормальный и тот кто ну умеет выстраивать коммуникацию это очень важно тоже мне всегда со всеми как-то нормально общалась дружила вот но смотри продуктами ну девушка я ментально уставала вы знаете я начала вести канал уже когда был на работе придемте на работе прессуют прессуют там ты хреново то хреново все давай там помимо своей основной работы делаешь какие-то проекты и ты такой блин я вообще не знаю вообще в этом ничего не понимаю через закидываю закидывают поэтому заработаю в несколько раз бросал вести канал ну вот сейчас хорошо что я решил несколько знаете сменить вектор то есть потому что мне вот ну реально было тяжеловато постоянно ездить в офис еще что-то снимать хочешь пока учусь девочки ничего такие дела вообще работа очень важно если вы там после сейчас универа или учитесь и никогда до этого не работали боитесь еще что-то девочки пробуйте потому что это реально очень важно в жизни проводить попробовать это даже важно эти какой-то навык повышает вы как будто бы армию проходите службу в армии это что-то на это похоже то есть это вас закаляет мне это правда закалила достаточно сильно то есть универ там и совмещать универ с работой это было сложно вот поэтому да такие дела девочки пишите вопросы также подписывайтесь на мой телеграм-канал там я вообще 24 на 7 на связи выкладывают такие вот кружочки я проснулась я поела я почистила зубы короче кому это все интересная хрень подписывайтесь будем общаться там я прямо быстро всем отвечаю youtube все-таки такой масштаб да мы тут залили видео все а там прям мне очень нравится короче телеграм все девочки было вкусно мой фуд нормально мама ну затем поела и нет такого ощущения что поел кого-то там мусора да вот там как я пицца бывает объем все просто вот это классно мне кажется вот с таким с таким бы питанием если бы допустим я его ела целый месяц или что-то такое я бы смогла похудеть вот кстати пишите в комментариях надо мне худеть или нормальный так все девочки всех целую всем пока